всем привет ребят добро пожаловать на властелин колец с модом энерат сегодня у нас рубрика тестовые тактики вот вам для начала жопка манула для понятия настроения она просто прекрасна эти формы в общем вроде как прошлый прошлый ролик зашел из всех ваших предложений по поводу тактик больше всего лайков было на вот этом вот сообщении поэтому сегодня будем будем играть в долом рот насколько я понимаю он учитывая что там написано с выходом у мрахиля идея заключается в том чтобы строить как можно больше мечей но я попытаюсь во всадников выйти если если не будут сильно проигрывать в принципе долом рот очень даже хорошие юниты но тактику на них я бы не советовал основывать просто потому что они дорогие и рашить но при таком раскладе рашить мы не сможем никак будем пытаться играть от дефа вначале и накапливать критическую массу чтобы чтобы воевать одной пачкой короче чтобы она прям такая непробиваемая была и наш противник не мог ничего сделать чтобы это произошло чтобы это прям эффективно работало нам по идее надо выиграть без лучников потому что нам нужны нам нужно на как можно раньше выйти в бар мира для брони ну соответственно в мрахиля по той же причине если мы будем играть без лучников а у нас противник арнор брим против меня играет то нам нужно что-то что будет бить сплэшом у нас особо выбора нет значит будем играть в страже белого древа на это уже потом и в принципе еще может даже зайти берегон хотя конечно арнорцы довольно толстый но посмотрим во что будет играть прям опять-таки берегон то можно строить с целью его просто прокачать побыстрее чтобы получить чтобы получить элитку потом который тоже сплэшом бьет нужно на эту ставку сделать если что это наверное но проблема в том что это более яркая такая тема этой тактики более более яркая чем было мы в общем посмотрим на это всем надо много денег я не уверен что у меня столько будет так делаем сразу же немного лучников потому что я боюсь раша о пожалуйста уже идут сюда их сейчас сюда ферму нам надо много денег очень много это может быть какой-то байт поэтому не ведемся на него забираем деньги стране еще копейщиков это байт чтобы я отошел то что я дополнительный отряд построен ты тут я немножко обосрался не влезает нормально 71 процент так ворчан сюда здесь у нас нормальная ситуация и отправим этих ребят на криппинг варгов так сюда копейщиков мы задевались отлично обошел в принципе я должен или нет по идее должен задаваться да там один мещик остается хорошо так пойдем на разведочку в эту сторону отлично захватим себе сигналку просто ради того чтобы был обзор появились строим еще играем изначально в буст экономики блин серьезно ты ванга окей мечников мне не победить поэтому просто забираем ресурсы и валим отсюда так вижу атаку но допустим допустим наши челы ее отобьют которые лучники может я но можете сюда слишком много войск отправил ладно эта пачка пусть бегает еще сюда и давайте заранее берегон до надеюсь об этом не пожалею а он тут прям близко построил ферму так теперь грейдинг данный тора вообще я считаю что при любой тактике за гондор вы должны как можно раньше играть данный тора очень полезный герой ну не герой обгрейт скорее так берегон до отправим вот сюда заберем крип варков там и лучников с той стороны также поставим сюда наших долам ртов строим их еще понемногу понемногу наша армия становится такой толстенькой а он я думал он рашет двумя отрядами типа этими копейщиками и там еще мечники я просто ну не видел мечников конечно же но думал что они где-то просто спереди бегут а он решил просто крипс воровать ну хитер хитер получается что так вот ему немного не повезло так он скопил пачку вот так сделаем потеря этих лучников не имеет особого значения сюда подведем берегон да давайте эту ферму запустим чтобы быстрее прокачалась так и построим им рахили так здесь какая-то хрень происходит мои войска почему-то поразбегались беремся ну-ка ну-ка он а он не заметил берегон да отлично так у него слишком много лучников там чересчур много лучников давайте сделаем скидку на героев так выход в им рахили мы уже заказали и это то чего я боялся конница у меня не осталось копейщиков копейщиков я думаю переживу пока что без него нам понадобится еще один барак он пошел проверять чем не там происходит давайте закажем себе еще один отряд фонтан нам придется некоторое время потусить на базе потому что он меня разобьет пачкой ну точнее может я и смогу разменяться но слишком много будут будет потерь слишком много этих таламротов покоцан их надо чтобы они все восстановились еще один фонтан часто задают вопрос новички стакаются ли фонтаны так вот фонтаны стакаются в виде скорости воскрешения то есть каждый отряд по отдельности воскрешает вам юнитов стопы их закажем а хилл не стачатся вот то есть если вам надо просто кого-то подхилить одного фонтана достаточно если вы хотите именно быстро воскресить армию тогда нужно несколько вот поэтому их построил как видите у меня не все даламроты восстановились но ждать я не могу больше поэтому идем в бой копейщиков сюда придется потратиться на копья снова хоть я и выхожу уже в челиков из крепости хреново конечно же так даем бабчик на этих ребят давайте прикомандируем нашего берегонда в эту пачку лучников ах вот как отступаем отступаем конечно же отсюда так еще один отряд тщательно ферму придется разрушить и и построим немного лучников потому что тактика уже меня начинает поддушивать хилку закинем просто чтобы быстрее они восстановились я думаю что шансы на то что я потеряю вормера как бы крайне малые поэтому дадим усиление знаменосцев чтобы берегон быстрее качался так тут какая-то душнина ну-ка давайте этот отряд отправим туда нормас нормас там он он не хочет сражаться со мной на моих условиях но я не хочу здесь сражаться прям сильно не нравится что же делать у меня скоро будет станчик по сути совсем немного там разменяться ну ладно давайте сражаться в лесу выбора все равно нет особого он не заметил потому что он занят этим сражением хорошо теперь надо валить так добиться а давайте-ка выйдем сразу же во всадников а вдруг это заиграет будем с их помощью харассить экономику блин вот это грустно кстати забайтил поставим одну ферму здесь серьезно он он прям вообще решил там окопаться что ну ок я туда не пойду лес у меня есть сейчас попытаемся его отряды поймать с этой стороны какие-то о неплохо очень даже так он решил пойти в контратаку попытаемся этим воспользоваться лес закончился ставим вот это вот это и заказываем еще отряд всадники практически готовы до рабочего я наверное не смогу убить но это не проблема ладно может я призыв не буду пока что кидать покинем мы станчик работаем так он решил атаковать хоббитами установим фермы если я правильно помню стоп а лидерка это вроде да работает а у нас еще и броня теперь появилась замечательно да если я не ошибаюсь мы должны им рахили качать с помощью этих ребят о да какая боль боже мой накрыл меня грустно грустно испортил мне вкус победы тупо запахло какими-то писюнами ну ладно ну хотя бы я разбил его пачку так куда что я выехать что ли не смогу неожиданно кстати его можно уже в ближний бой а ну ладно ну ладно он испугался так что наши челы будут жить мы сейчас с помощью этих всадников будем ему экономику харасить так практически седьмой левел так меня вот интересует работает ли знамя на обычных моих воинов нет только надо ламраться значит это не имеет смысла пойдемте-ка сюда этих выдвинем вот прелесть этих ребят в том что нам не нужно их вместе с им рахилем юзать то есть мы сейчас пойдем снесем ферму если он конечно не разрушит ее сразу и им рахиль возьмет седьмой уровень вот это прям самая крутая тема так теперь нам надо рынок построить я могу себе еще позволить один раз два три да могу еще один построить вот седьмой левел отлично он настроил целую кучу конницы я боюсь что я не вытащу их но давайте попробуем возле знамени сражаться если что я отъеду потом на базу урон то у них конечно шикарный о да да он он не может ему нужны по идее клинки запада чтобы их победить это хорошо это очень хорошо построим здесь вышку а он видимо будет сейчас пытаться я придумал будет пытаться мешать мне подводить моих челов как только закончится этот стан я прожму стан от боромира это победа это прям легкая победа еще один станчик мы за счет прокачки в итоге затащим он контролит хочет позабирать своих всадников так но мы мечников тоже заберем ну вроде я выигрываю по прокачке причем сильно и скоро у меня будет еще и возможность призывать дополнительные отряды кстати если так подумать это прям шикарная тема берегонт нам на постоянку будет призывать элитные отряды а имрахиль героические то есть если игра позволяет как можно дольше вот так одной пачкой играть не особо разделять и в итоге не особо терять свои войска то мы можем очень сильную армию собрать делаем грейды нам нужны амгрейды брони делаем грейды бараков чтобы сделать флаги теперь уже можно так у него третий тир появился значит я его выигрываю на 10 очков примерно может чуть чуть меньше можно предположить что он размышлял брать ли третий тир или нет то есть может у него немного больше очков ну нормально нормально давайте этих имрахиль практически качнулся боже мой это просто шикарно и это всего лишь один отряд ой зажрался немного зажрался уходим воронку нет нет а третий третий уровень я могу снести эти ребята они прокачаны все дела они снесут фермы третьего уровня но я предпочту не не делать этого не размениваться лишний раз то все таки есть риск что я потеряю их потом ну это было бы супер тупо с моей стороны таких челиков терять в этом копья так захватим идем сюда мы можем сейчас пойти в атаку по сути как только у нас появится броня блин надо сюда вышек вышек построить отправим туда этого чела так доламры там хана а здесь о нифига себе мечники и копейщики с клинками запада разбили моих доламретов по идее не смогу надо будет вернуться на базу я не смогу там отбиться теперь аккуратно надо героев своих использовать потому что он может легко их убивать зачистил много экономики ооо он решил не добивать их отлично сначала делаем флаги для того чтобы позволить себе апгрейд Дэны Тора я уверен что он уже откатиться успел так сюда их я думаю что ладно этик я все равно здесь оставлю я думаю что наш имрахиль уже сам по себе качнется блин как же впадло вот так целой армией бегать нужно попытаться его забайтить у нас есть стан нужно выделить такую вот пачечку сюда слишком жесткий рейд на эко стан отлично жадность фрай разглядела как говорится призываем первых челов броню всем броню всем где они дерутся а здесь дерутся ну ка слишком много копейщиков газетика мне это не нравится он неплохо задавил так сюда я вот не вижу где они призвались блин это меня немного беспокоит чё то я не могу дать я знаю что на Даламратов не работает но зато на этих ребят работает о кстати я не могу дать вот помянем ошибочка была допущена весьма глупая ошибочка так стопе меня 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 мучает вопрос где а вон они все 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 есть что у них там и мрахиль получает броню когда вместе с ним сражается нормально нормально так станчик пока в КД что у него есть моя армия сильнее выглядит он броню себе сделал я могу ее отменить но пока что не буду чтобы лишний раз не рисковать идем сюда даем даем бафчик так так ну как хорошо перестелить такими темпами у нас еще и бормер докачается скоро получаем первый дополнительный отряд элитки делаем апгрейд на клинки и эээ со всем у орлов Знаете что? У меня все так хорошо Я могу себе позволить Отлично Это выглядит как победа И прям чтобы забить последний гвоздь в крышку гроба моего оппонента Заливаем опыт Так, клинки сделались Блин, ну по сути Это классная тактика Но проблема в том, что нужно чтобы ваш противник Дал вам возможность эту армию накопить Вот, то есть наверное беда Брима была в том Что он поначалу пытался рашить А затем он также решил играть одной тактикой Из поддержки кавалерии То есть может быть это и неплохо Но из-за того, что он меня нафидонил Два раза стычка со станом И все, он кучу всего потерял И уже не мог позволить себе нормально эку мне сносить То есть это конечно нападение с конницей на эку Где половину он пронес неплохое Но уже слишком поздно Армия накоплена Кстати, а я сделал грейтринг? Да, я сделал Окей Вот денег в принципе очень много Я прям купаюсь в бабле Так, пошли разнесем ему крепость Не думаю, что что-то его может спасти Тут даже без призыва роханской армии Можно пронести крепу Так, кучканемся Ближе, ближе Замечательно Еще отряд можно Ну прикольно Если бы игра продлилась Минут Сколько я уже? 25 минут Окей Ну и минут 10 наверное еще Можно было бы прям непобедимую армию накопить Вот реально Можно было бы снести ее только какой-то мощной 25-кой Разве что По сути у Доламротов фул брони То есть Имрахиль дает 25 урона и брони Бормир дает 50 брони Кстати Апгрейды на броню Апгрейды на урон Ускоренный набор опыта Благодаря чему Ну это от Денетора Если вы вдруг не знали Назначение капитана Благодаря чему герои быстро прокачались Правда Имрахиль прокачался за счет всадников А вот Берегонт и Бормир Уже за счет как раз таких лампок этих Неплохая тема Но он Кстати он продолжает харасить Я уже расслабился как-то А он не сдается Очень странно Неужели он решил что У него есть еще варианты Победить Я сейчас вторую 25 получу Блин может я рановато расслабился Он может А все я понял Он хочет накопить на призыв Но у него крепости нет Тут вопрос Есть ли у него деньги на новую Сейчас посмотрим Пардон Нет он проиграл Пробрало Вообще убьем рабочего И убьем его барак А без этого Ему больше нечего ловить А у меня же предела нет А призвались Окей неплохо Я уже подзабыл Какие призывы жрут Предел какие нет Ну что ж ребят Всем спасибо за внимание Надеюсь вам понравилось Пишите свои предложения По поводу тестовых тактик В комментариях Там было еще несколько сообщений Которые собрали много лайков Но будет наверное как-то Несправедливо Все с того ролика Играть Поэтому Под этим Какое сообщение наберет Больше всего То я и запишу Огромное спасибо всем Кто стал моим спонсором Не болейте Чао Какао